Полтысячи дачников с актовиденских обществ Виктория и Миллиоратор остались без света. Такое решение вынесут после проверки Ростехнадзора. Что нарушили владельцы шести соток, выяснила Виктория Палкина. С колодца качаю, в бочки поливаю шлангами, а теперь ничего уже не получается. Это Константин Бажонов вспоминает лучшие времена. Но вот уже неделю своей плантации он поливает вручную. 400 литров воды каждый день пенсионер таскает ведрами. Но, конечно, больше всего и он, и соседи переживают, что не работают холодильник с телевизором. Пожилые женщины ездят каждый день туда-сюда, сериалы ездят в город. Автобус стал забит полностью, никто не остается теперь здесь на дачах. Электричество здесь вырубили 2 июля. По решению суда сроком на 30 дней. Без света остались почти 600 домов. Основание для вынесения судом административного наказания послужило выявление нарушений эксплуатации энергостанала, которые могли повлечь за собой падение опор, обрывов проводов, соответственно, пожаром дачных сооружений, что создает угрозу для жизни и здоровья людей. Сегодня Сыктывкарский подрядчик установил больше половины новых столбов. Везли их специально из Кирова. Замена линии электропередач обошлась дачному бюджету у 800 тысяч рублей. Сумма для общества огромная, но другого выбора не было, говорит председатель. Ведь без света простаивают не только холодильники, но и пожарные резервуары. Вода, в которой закачивается электрическими насосами. Всего же электрикам нужно заменить 57 столбов. И дождь никак не отразится на тембах, заявили специалисты. Установку столбов подрядчик обещал закончить уже к концу этой недели. Но вот сами дачники переживают, что весь процесс затормозится именно на оформлении документов на новую линию электропередач. Поэтому пока здесь никто не может точно сказать, когда же вновь заработают телевизоры и холодильники. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.